МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая актуальная тема – это тема кризиса, в котором сейчас, к великому сожалению, мы находимся. Российское правительство представило антикризисный план, обсуждался очень бурно, обсуждался в Государственной Думе. Ваш главный вывод из этого плана – все ли у нас готово к кризису, и насколько этот план поможет нам его достойно прожить? – Ну, вы знаете, у меня вчера были встречи, на мой взгляд, одна из самых интересных встреч, как не покажется странным, она была в Путятинской средней школе с учениками 10-11 классов. И, как ни странно, они тоже обсуждают кризис, они обсуждают те предложения, которые услышали, и они хотят понять, почему это происходит и что нас ожидает. Я… Потом были встречи со взрослыми людьми, и там тоже эта беспокойность была, но вот у ребят она звучит острее, и мне иногда кажется, что они тоньше чувствуют суть происходящих событий. Меня удивила глубина тех вопросов, которые они задавали, и те акценты, которые они применяли, когда эти вопросы ставили. – Про ключевую ставку спрашивали? – Они спрашивали и про ключевую ставку, они спрашивали и про то, почему к России такое отношение, они спрашивали, что является самым главным для того, чтобы мы в этой ситуации не потерялись, не потеряли ни себя, ни Россию. То есть вот разговор был настолько интересный, что мы потом договорились, продолжим его еще на площадке Государственной Думы. Это обычная практика, но в данном случае для меня это особо важно, потому что я давно не видел столь заинтересованной аудитории. И что касается кризиса, в который мы попали, понятно, что это вины России, в этом я не вижу. А что касается тех внешних факторов, которые есть, это и цена на нефть, это и политическое давление, причины понятные, да, многие о них говорят, стоит ли повторяться в аудитории. То есть Россия сегодня за последние 5-7 лет сделала сильный рывок и в направлении оборонном, и в направлении экономическом, и в направлении консолидации общества. И, наверное, наших коллег за рубежом это не устраивает. Об этом многие говорят, но это так на самом деле. Сильный сосед мало кого устраивает. Поэтому желание ослабить, оно есть. Тот план, который предложил правительство на заседании Госдумы, оно предложило его всему обществу, и мы его рассматривали на заседании Госдумы. Критиковали достаточно. Критиковали достаточно жестко, и мне кажется, критиковали вполне аргументированно. Нет желания ни у кого сегодня там устроить побоище такой конфронтационный с правительством, но вместе с тем у каждого есть аргументы, которые он высказывал. И важно, что правительство тоже хочет их теперь слышать. И мне кажется, если вот в этом взаимодействии президент, правительство, федеральное собрание, вообще общество, а общество сегодня демонстрирует эту консолидацию вокруг фигуры президента, мне кажется, нам удастся справиться с той ситуацией, которая есть. Тем более, что у нас вообще другого выхода нет. Нам нужно справиться. Но для этого не нужны не настроения, там, всех критиковать, всех ругать, все неправы, только я прав. В такой концепции, в такой структуре, в таком построении мало что можно добиться. Но главное относиться к тому, за что ты отвечаешь в полную меру твоих сил и возможностей, или даже больше. И относиться объективно к тому, что предлагают другие, и понимать свое место в предлагаемом плане действий. Поэтому, мне кажется, тот план, который предложил правительство, он не безупречен, его надо дорабатывать. И сегодня депутаты Государственной Думы вошли в разного рода комиссии и будут работать над этим планом. Есть мозги, включайтесь. Если нет предложений, тогда, по крайней мере, попытайтесь оценить и спрогнозировать последствия тех предложений, которые будут реализованы. Николай Иванович, если абстрагироваться сейчас от кризиса, у вас достаточно такие насыщенные получились региональные дни с начала 2015 года. Несколько детских садов в Рязани открыли. Это, в общем-то, не секрет, что во многом партийный проект «Детские сады детям», проект «Единой России». Вы к нему тоже приложили руку. Получается, что как бы не был страшен кризис, жизнь, что называется, продолжается? Проект «Детские сады детям» появился в партии после того, как в майских указах президента была обозначена проблема, что мы имеем сегодня очередь ребят в детские сады. Причем это очередь из ребят разного возраста. И три года, и четыре, и пять, и даже семь лет. Да, в школу пора идти. Он еще в детский садик не ходил. Поэтому президент задачу поставил. Мы внутри партии такой проект обозначили, выработали идеологию. И в этом проекте партия поставила меня координатором. Ну, как бы достаточно серьезную ответственность за результаты и за то, что можем и должны делать. По итогу, что мы имеем? Мы имеем там достаточно большое количество мест в детских садах по России, которые ввели более 800 тысяч за эти два года. Мы имеем вложенный ресурс, да, 110 миллиардов за два года предыдущих. И мы продолжаем проект в этом году, 10 миллиардов рублей. И мы имеем сегодня систему взаимоотношений между федеральным бюджетом и региональным бюджетом. В результате сегодня с участием региональных бюджетов, и здесь Рязанская область нужно дать должное, она свои обязательства выполняет более чем. И последний вот крайний детский сад, который мы открывали на Братиславской вместе с губернатором Олегом Ивановичем, я скажу, что на мой взгляд, это один из лучших детских садов в России. Ну, я вот более того скажу, я смотрел вашу оценку в интервью нашим интернет-ресурсам, да, вы сказали, что ничего лучшего вы еще не видели. Я действительно немало детских садов открывал, но это поразило, и качеством работ, которые сделаны, и вот тем объемом помещений, в которых малыши могут бегать, там и теплые веранды, и комнаты игровые, и компьютерный зал, и робот, и бассейн, и так далее. То есть это полный набор помещений, которые сегодня можно было бы себе позволить иметь. Пока другого мы ничего не придумали. Но мы бывает строим сады такого эконом-класса, там нет бассейна, нет компьютерного, нет учебных классов, вот спальня там, в лучшем случае, и крова, и кухня. А здесь кухня, на самом деле, серьезное такое техническое сооружение. И детский сад не самый дорогой, но вместе с тем выполнен с большим таким вкусом. Понятно, что душу вложили и те, кто проектировал, и те, кто строил. И здесь федеральные и региональные деньги есть, и это результат. Вот в этом детском садике мы уже имеем 5 или 6 групп для ребят в возрасте от 2 лет. Задача президента стояла от 3 лет до 7, а мы уже пошли туда 2 года. Это значит, что в Рязанской области в этой части проект уже начинает перешагивать границы и вполне успешно реализуется. Мы тоже на новогодние каникулы открывали в Листвянке детский садик, тоже детский садик, хорош. Там и бассейн есть, тоже игровой. В Листвянке это вообще, по-моему, самое красивое здание. Да, в самой Листвянке, напротив дома, построенные для переселенцев из аварийного жилья, напротив детский садик, на месте старого, строительство которого начиналось в 90-х годах, там разобрали фундаменты и построили детский сад. И у Листвянки в Рязани сроки очень сжатые, такие краткие сроки, там 6-8 месяцев. И детский сад готов, причем это детский сад сделанный капитально, там не из фанеры, облицованный пенопластом, это капитальные сооружения, кирпичные, с хорошим теплом, с хорошей инфраструктурой, с хорошими площадками игровыми, и летними в том числе. И мне кажется, вот кризис, конечно, нам, наверное, немножко помешает. В этом году нужно было бы еще 50 миллиардов вложить, но есть настроение, что мы эти 10 миллиардов эффективно освоим, а 40 миллиардов будем иметь в виду, что в течение года рассматриваем возможности дополнительного выделения на этот проект. Я вас так по бытовому спрошу, в Рязанской области что-нибудь обломится из этих 10 миллиардов? Из 10 миллиардов Рязанская область получает свои 80 миллионов, и губернатор, ну, насколько я знаю, мы раньше говорили, он хочет сейчас больше внимания уделить сельским детским садам, реконструкции этих сельских детских садов, что, на мой взгляд, правомерно. Я думаю, что мы будем иметь от этого эффект не меньше, чем от детского сада, построенного в городе, там, вот он на Братиславке, там, 300 с лишним мест, с возможностью расширить его, там, если даже не уплотниться, а просто поставить по Санпину, там будет 340-350 мест. А сельские садики, они небольшие, там, 15-20 детей, и, конечно, им нужна помощь сегодня в реконструкции, в том, чтобы создать нормальные условия для этих ребят в сельской местности. Я думаю, что вот эти деньги, они будут абсолютно нелешними, в том числе регион выделяет свои деньги в виде софинансирования. По плану, там должно быть где-то около 30 миллионов собираются выделить больше. Поэтому я считаю, что программа детских садов, одна из самых красивых, самых успешных и эффективных. А что касается Рязанской области, то мы подводим регулярные итоги мониторинга. По сравнению с другими регионами, не только не хуже, а много лучше других в этой части выглядит. И по объему строительства, и по стоимости одного места, где-то стоимость приближается к 2 миллионам рублей, у нас она сильно меньше миллиона 700 тысяч рублей. Вот на Братиславке, еще раз говорю, там детский садик, строители говорили, что около 700 тысяч. То есть это пора тем меркам, которые есть, скромные. Благодарю еще раз за то, что нашли время и к нам сегодня прибыли. Николай Булаев, депутат Государственной Думы о России. Несмотря на кризис, у нас в Рязанской области продолжаются строиться детские сады, жизнь продолжается. И уверены, что этот кризис мы продолжаем вместе. Она и будет продолжаться. Спасибо. Спасибо. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин